Всем привет! Сегодня у нас Bluetooth гарнитура под названием JSAO LightBuds. Данный бренд собственность JD.ru, сайт который так же как и Aliexpress, Gearbest и Banggood занимаются продажей разных интернет товаров. И сегодня мы рассмотрим эти Bluetooth наушники с функцией TWS. Принцип работы уже многим известный и конкурентов среди подобных Bluetooth гарнитур тоже хватает. Поэтому думаю вам будет этот обзор полезен. Стоит ли покупать вам данные наушники, мы протестируем качество звучания, качество записи и рассмотрим их визуальный внешний вид. Итак, начинаем. Данные наушники приходят в обычной красивой подарочной упаковке с хорошей полиграфией. Здесь у нас очень много на китайском, слегка виднеется латиница, здесь, здесь. Ну а на задней части мы рассмотрим краткую характеристику, которую я вам помогу расшифровать. Версия Bluetooth здесь 5.0, могут работать до 10 метров, поддерживают формат SBC и AAC. 4,5 часа обещают, что может проиграть наушник от одного заряда. 55 мА в каждом из наушников установлен аккумулятор, 300 мА установлен аккумулятор в кейсе. Общее время работы может достигать 18 часов, после того как каждый наушник садится, вы его заряжаете, после этого опять слушаете. Итак, в пути 18 часов беспрерывной музыки или же разговора. В комплекте мы получаем инструкцию на китайском языке, но есть хорошая новость. Я оставлю ссылку на магазин jd.ru, где покупал я эти наушники. И вы сможете самостоятельно в описании к этим наушникам прочитать русскую инструкцию полностью, что зачем делать, если вдруг у вас что-то не получается. Сам кейс с наушниками. Несколько размер амбушюр. И короткий кабель для зарядки USB, microUSB. Вот так выглядит наш кейс, надпись бренда. С обратной стороны некоторые характеристики. Открываем его. Вот он, внутри наушники. Данная крышка не имеет никакой особой фиксации, но слегка ее подтягивает вроде бы как магнитик. То есть сама по себе крышка не открывается. Это однозначно, но вот здесь вот она просто вот так вот висит. Но кейс настолько маленький, компактный, что его в принципе практически не чувствуешь в кармане. Удобно переносить. Если необходимо подзарядить, то вложили туда наушники. На обратной стороне у нас находится гнездо для зарядки. К сожалению, у кейса нет никаких индикаторов о том, чтобы проверить сколько заряда осталось в самом кейсе. Поэтому это своего рода минус. Извлекаем наушники. Они не громоздкие. И занимаясь активными видами спорта, вы не потеряете эти наушники. Выполнены они частично из пластика, частично из поликарбоната. Благодаря этому не будет так сильно изнашиваться с годами. Но будем надеяться, что прослужат они не один год. На обратной стороне наушников есть указание, что это левый или правый. Также виднеются очень четко контакты для зарядки. Они магнитные. Внутри самого кейса видны эти контакты для зарядки. Прикасаясь к ним, я чувствую, что они пружинят. Поэтому контакт действительно должен быть очень хорошим. Верхняя часть у нас сенсорная. Это у нас отверстие для индикатора. Тут у нас отверстие. Это микрофон. Каждый из этих наушников выполнен идентично друг к другу. То есть независимо друг от друга, они могут одинаково выполнять свою функцию. Если вы достали левый, то по левому будете разговаривать. Если достали правый, будете вести беседу по правому. Если же достали оба, то один будет главным, так сказать, ведомым. А второй будет к нему подвязан по технологии ТВС. Сняв амбушюру, здесь мы видим, находится сеточка внутри. В музыкальном этом канале. И она будет защищать от пыли. Эти наушники имеют защиту IPX5. Это защита от брызг и от пота. Ну а также, конечно же, защищена от пыли. Когда мы подключаем кейс к зарядному устройству или к пауэрбэнку, то пауэрбэнк подает питание, но здесь, опять же, нет никаких опознавательных видимых светодиодов, чтобы определить вообще идет ли заряд. Но когда мы открываем крышку, то мы видим, что заряд идет на наушниках. Плавно мигает красным цветом. Кейс заряжается около часа и около 40 минут заряжаются сами наушники. Чтобы произвести первое подключение к вашему мобильному телефону, вам необходимо включить Bluetooth. После этого извлекаем наушник. Он начинает интенсивно мигать. И у нас в режиме доступных устройств появилась JSAO LightBuds R. То есть мы достали правый наушник. Нажимаем подключиться и слушаем, что он скажет. После этого у меня в смартфоне появилась надпись «Активно». Уровень заряда 100%. На моем смартфоне Meizu Note 9 заряд батареи в шторке не показывает. Но как только я перехожу в Bluetooth устройство, заряд показан. Индикация уже мигает, но очень плавно, белым цветом. Но если вы хотите, чтобы работало оба наушника по принципу ТВС, то вам сначала нужно подключить сначала левый наушник, после этого к нему автоматически подключится. Но если вы хотите использовать их каждый по отдельности, то для этого можно выбрать в меню настройках каждый из этих наушников, чтобы сигнал переключился на один из них. Или же каждый из этих наушников можно использовать на разных смартфонах. Например, левый на устройстве номер 1, а правый на устройстве номер 2. Вставляем их в уши. Нужно еще их правильно вставить, чтобы они не топырились, и удобно было прикасаться пальцем. Также очень важно подобрать свой размер амбушюры. Подключили. Ну и теперь подключаю музыкальные треки для теста. Добавляю полностью на максимум громкость. Качество очень хорошее. При достаточно высоких, при достаточно средних, объемное звучание, громкости предостаточно. Когда извлекаем, то наушник продолжает играть. Технологии отключения никакой нет, но если вы хотите поставить на паузу, то вам необходимо один раз прикоснуться. После этого звук отключился. Давайте продемонстрирую. Запустили. Остановили. Двойное нажатие – это переключение на следующий трек. Запускаем. Следующий трек. Пошел следующий трек. Тройное нажатие вызывает голосовой помощник. Нажимаем. Раз, два, три. Голосовой помощник вызван, и он уже слушает все, что я говорю, чтобы вам это продемонстрировать. Сенсор очень чувствительный. Я чувствую, что я не попадаю в центр, но прикасаюсь к нему, без проблем срабатывает. Когда поступает телефонный звонок, то вот такое вот брынькание там слышно, но не китайский голос. Примечательно, что слышно только в левом наушнике. То есть он как бы главный. Сейчас я проверю. Нажимаю принять. По правому не принимает. Нажимаю по левому принять. По левому принимает. И слышу сейчас и там, и там себя. Так. Это хорошо. Итак, ребята, тестируем сейчас Bluetooth гарнитуру, TVS наушники. Я думаю, что вы слышите вот как есть. Сейчас именно эта запись включена. Записывается с помощью программы запись телефонных разговоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Проверяем, работает ли микрофон и оба во время разговора. К примеру, этот правый микрофон. Левый. Теперь давайте проверим на шумоподавление. Я достаю кулек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, тесты вы услышали. Рад был с вами этими тестами поделиться. Подведем итог. Звук действительно у них богатый, качественный. имеет хороший запас аккумулятора примечательно что с версией bluetooth 50 он соответственно и экономней расходует батарею и с таким кейсом вы не только имеете хорошую сохранность ваших наушников но и это же аккумулятор это же его зарядная станция которую нужно подзарядить и зарядить данные наушники можно примерно четыре с половиной раза вот этого кейса плюсом является что каждый из этих наушников может работать сам по себе по отдельности но к сожалению только левый является главным если вы хотите использовать два наушника правый не может быть главным шумоподавление как вы услышали вроде бы и есть но речь достаточно искаженная но учтите что я использовал кулек мы же говорим о повседневной жизни например это метро поезд или какая-то ветреная погода поэтому там гораздо лучше будет срабатывать режим шумоподавления минусом я считаю что нельзя одновременно подключить два наушника к другому устройству то есть чтобы было подключено два телефона одновременно к этой bluetooth гарнитуре комплекте есть все что нужно кабель для зарядки разный размер амбушюр которые необходимо подобрать правильно чтобы хорошо было слышно басы еще одним плюсом которыми я считаю довольно существенным это то что у них не механическая кнопка а сенсор то есть вам не нужно будет давить в ухо чтобы что-то переключить с таким богатым функционалом конечно же у других конкурентов есть что выбрать но по цене они в районе 35 долларов данные же наушники стоят среднем 24 доллара в ушах они сидят хорошо чувствую я себя в них комфортно сушение выпадают даже если вы очень сильно вращаете головой может быть нагнулись или бегаете или прыгаете то есть очень хорошо внутри сидят ссылку где их можно купить и оставлю в описании под видео и так друзья оставьте свой отзыв под этим видеороликом не забудьте оценить лайком ну и не забывайте экономить вместе с кэшбэком который сменил свое название бэкит кэшбэк который сохранил свою надежность но захотел внести яркие краски и сменить свое имя ссылка на кэшбэк сервис бэкит находится в описании под видео это тот же и пен до новых видеороликов друзья всем спасибо за просмотр и пока спасибо за просмотр и пока